Здравствуйте, мои хорошие, мои любимые! Узнаёте, где мы? А мы с вами приехали в Каубамо. В общем-то, уже не первый день, когда мы бродим, ходим, ищем подарки. Время сейчас такое, знаете ли, горячее. Подарочки надо. Людей много. Каждому что-то хочется подарить хорошее. А вот что подарить? Сейчас самое такое время напряжённое. Хорошо, когда тебе скажут, хочу то-то-то, а когда такое неизведанное всё, то немножечко сложнее. Но, тем не менее, настроение здесь себе поднять, вспотеть, понервничать, потратить все деньги и уйти, дай бог, удовлетворённым. Это, конечно, большое дело. Ну, переживём мы с вами эти праздники. Переживём. Главное, что? Главное, мы с вами запаслись шампанским. А остальное, это уже всё детали. Так что давайте по магазинам сегодня. Сегодня забежала в наш торговый центр посмотреть, какая здесь красота. Ну, кое-какие тут идеи у меня есть предновогодние, предрождественские. Одна каёлка здесь до небес. Раскрасавица какая. Вот это раскрасавица. Людей здесь, кстати, тоже нет. Расстояния здесь огромные. А вот людей нету. Как-то всё полузакрыто. Здесь мы с вами на колесе обозрения катались на крыше, кто помнит. Не зашёл как-то у населения этот центр. Не пользуется он вообще никаким спросом. Может быть, играет роль место, на котором он построен, не на очень хорошем. Но здесь абсолютно никого нет. Да. Пока мы ездим здесь с вами по магазинам, то всё я совершенно забыла и очень давно хотела вам показать ещё один сюжет, снятый, между прочим, ещё до того, по-моему, даже до самой пандемии, а может нет, я не помню. Короче, пока мы рядом с вами находимся с Т1, с этим торговым центром, я хочу вам показать один сюжет, уже отснятый давно, про то, как прямо в магазине, ну как в магазине, в торговом центре, там вот на первом этаже у нас была выставка распродажи машин, по-моему, спорткаров. Очень такая, и не только спорткаров. В общем, очень даже. Давайте посмотрим. Мы здесь заехали в торговый центр, Т1 называется, и здесь я читала о том, что здесь выставка спорткаров. Вот как раз заехали мимо здесь. Мне было интересно сюда посмотреть, это выставка распродажи. Порш, например, стоит 99 тысяч, кому интересно, этот серенький. Роскошные какие, боже, боже, вот это красавчики. Феррари 190 тысяч. Заверните парочку. Прямо в магазине, грубо говоря, целая выставка. 45 тысяч БМВ. Для любителей. Еще одна БМВ 31 тысяча. За 40 тысяч Тойота Ярис. Люди ходят, смотрят. Здесь Вольво. Ой, какая большая. Караван Вольво. 14 тысяч. Широкая здоровая какая. А здесь, кстати, картины. Туман называется. И это БМВ 27 тысяч евро. С коричневым кожаным салоном. Я очень почему-то люблю вот именно с кожаным салоном. У нас все машины были с кожаным. И общесемейные, как сказать, и моя. Потом я как-то прям неровно дышу к этому кожаному салону. А, люди ходят, смотрят, смотрят. В общем, вот так у нас здесь интересно. Торговый центр в Таллине. Называется Т1. Это у которого колесо обозрения наверху. И мы с вами там катались. Если кто-то смотрел мои ролики. А кто не смотрел, посмотрите, пожалуйста. И еще в один магазинчик сегодня заехала. В Пепко. Люблю сюда заезжать. У меня здесь очень улыбаются цены. Смотрите, всякие такие тематические для небольших деток. 2,50. Стеллаж с игрушками. Боже мой, где мои 10,5 лет? Скайпо сутка. Между прочим, 5, аль. Начиная с 5 евро. Смотрите, как здорово. Машинки всякие. Тут экскаваторы. И все, что-то нет. Как охота поиграть-то. И барми в машинах. И все. Начиная от 5. Кухни огромные. Так просто, если кому вдруг интересно. Платишки всякие. И очень много тематических. Для детей вон, боди маленькие. За 5 евро будет у вас детенок в новогоднем. Прыгать. Достаточно много всякого интересного здесь. Вечерние какие для нашего возраста. Вон, Крестюш. Только куда, мои хорошие, нынче ходить, скажите мне. Мы люди второго сорта. Ходим только в магазины. Спасибо, что нас хотя бы сюда еще пускают. Купила вот такой набор мисочек. Всяких розовых в одном цвете. Все. То тесто мешает, то, знаете, фарш, то еще что-нибудь. Евро 80 вот такая большая с рисунком. И здесь комплект одна в другой, как матрешки. Она стоит 2 евро 50 центов. Мне нравится, что здесь такие на обратной стороне прорезиненные, как ножки, что ли. Вроде. Может, не будет ездить. Ну, такой наборчик на кухню. Что еще купила в эконом-магазине? Сегодня заехала. Хотела я кофе с этими ароматами. Знаете, с отдушкой. А нет, не пришло оно. Все, хочу сюда понюхать. Теперь я знаю, для чего этот клапан. Для входа-выхода. Для запаха. В общем, взяла Starbucks. У них пришел. Объяснял продавец там. Господи, какой компетентный продавец. Все знает совершенно. Ну, в общем, здесь единственное, что меня немножко смущает. 14 января 22 года срока. Тут целый килограмм. Поэтому я как-то вот только себе на подарок я побоялась такой брать срок. Попробуем вообще Starbucks. Это же очень здорово. И именно вот этот. Он средней обжарки. 5 из 10. Там еще есть такая как веранда. Называется веранда. Там 3 из 10. Там срок что-то совсем. Вот. И есть для холодного кофе. И есть без кофеина. Вот. И стоит он 9 евро. Но Starbucks кофе потрясающе. Я думаю, что эти сроки это только цифры. А в Максиме я еще купила вот такую миску. Ну, не могла я уйти. Ну, тарелка что ли, или, ну, я не знаю. Ну, это просто. Евро 40 вроде. Представляете? Такая глубокая, крупная. Не знаю сюда чего. Ну, так на каждый день, конечно, на праздничный стол ты не поставишь. Хотя, но и мордочки. Не знаю, что скажет Маркиз вообще про это. Потому что портреты не его и даже не котов, а двух собак. Ну, не знаю. Не знаю, что будет. Ну, будем пробовать. Кристина нам, учителям, тоже здесь собрала подарочки. У нее на тренировке, последние тренировки. Здесь по музыке уроки последние. В общем, тоже надо так тут. Ну, в общем, тут так, знаете, ничего. Тут так марципан, шоколад и кофе хороший. Так это печенье немецкое. В общем, ничего, пакетики, ничего. Так что готовимся, готовимся. Свекрови тоже собираю пакет хороший. В общем, для всех. Мы с вами покупали курицу, которая на грани уже со сроком. Была со скидкой 25% в пакете с перцем и со специями. Мы ее сейчас с вами сразу в духовку распаковываем. Это от Талэга у нас фирма Курочка. Ставим духовку на 180 градусов. Снимаем эту упаковку и надрезаем прозрачную упаковку уголок. И вот эту курицу здесь в этом пакете мы с вами уголочек надрежем. Вот такой небольшой. И отправляем в духовку. Я вообще ставлю всегда в силиконовую форму. Если чего протечет, тогда во всяком случае в силиконовую форму. Примерно на час тридцать, если это полтора килограмма, и побольше, если два килограмма. А у нас с вами два. Отправляем им минут за 15 еще с ним пакетик, чтобы у нас подрумянился верх. Все просто. Падаем на диван и говорим мужу, ой, такую курицу запекала весь день. Вот у вас в духовке жаркое. Время вышло. Я снимаю вот этот пластикат с курицы. И еще минут 15-20. Пусть она у нас с вами подрумянится. В этом поддоне очень много соуса. Даже этим соусом можно слегка полить нашу курочку сверху. Вот так вот. Сейчас она у нас с вами зарумянится. На вопрос, готов ли она, смотрите, я просто ковырнула ложкой, и она уже вся готова. То есть, совершенно готова. Ну, еще чуть-чуть поджарится так, для виду, и все. Готово курочка. Смотрите, какая вся аппетитная, румяненькая. Аппетитная, румяненькая и очень-очень мягкая. Ну вот, вроде бы, на сегодня и все. Продолжение, как говорится, следует. Продолжение у нас, знаете, каждый день. Встаешь, бегом-бегом-бегом, вечером, я не знаю, нет, не вечером, это ночью. Упал, уснул, утром проснулся опять. Как так быстро? Моргнул и утро. Вот у меня как. Не знаю, как у вас, у меня моргнул. Спасибо вам всем за комментарий, хотела сказать. Особенно, как вы все прекрасно разбираетесь в количестве шампанского в ящиках. Каждый знает, что шесть тут, двенадцать там, премия сяп. Все, как вы все в курсе. А я вот даже не знала, сколько. Вот и кто из нас трезвенник и язвенник. Ну и правильно. Чем больше. В общем, муж сказал так. Он прочитал все ваши комментарии и сказал так, что правильно из вас кто-то написал, что когда споришь на бутылку шампанского, обязательно надо сделать акцент, что на двенадцать бутылок ящика, а не на какой-то там ваш премиум шесть, или какие-то там бывают, еще четыре даже выписали, да. Именно на двенадцать. Вот на это спорю. На шесть нет смысла спорить. Все ваши комментарии читаю. Много пожеланий снять то, другое, третье. Все в ближайшем и в дальнейшем будущем обязательно сниму, потому что, сами понимаете, сейчас, честно говоря, у меня вот такая беготня. Всегда. У меня нету так, что Новый год, а потом, ну а потом все расслабились. Не знаю, мне почему-то все время какой-то бегом. Всегда. Не знаю. У меня как-то, знаете, давным-давно, или как это сказать, с молодости не хотела говорить тогда. Хотела сказать давным-давно, тоже как-то не годится. С молодости тоже не скажу, даже не знаю, как выкрутиться-то. В общем, у меня всегда веник в одном месте, причинно. Мне всегда так. Никогда не сижу на месте. Не знаю, ну характер такой. Так, что-то еще вам хотела сказать. Ну что, в общем, продолжение следует, в общем, да. А, вот что я хотела сказать, что я удивляюсь. В прошлом году в это время примерно мы с вами много чего расхламляли. Мы или чего-то там чистили золотом, или хрустальные люстры. Кстати, она уже опять пыльная. Вот. И все это как-то делали. Я не знаю, я не понимаю, откуда у меня было столько времени. Сейчас что-то в этом году мне вообще ничего. Дай бог пропылесотить. Не знаю, почему так. Может быть, еще это, конечно, все осадит. И мы будем с вами мыть чего-нибудь. Двери или окна. Мне только нужен. Ну, в общем, готовимся, готовимся. Ну, потому что у нас день рождения Кристины, день рождения мужа, Рождество, Новый год. Ну, вот как-то так. Я понимаю, конечно, так каждый год, но пора бы привыкнуть. Но как-то все непривыкнуть. Ну, ладно. Завтра мы, наверное, с вами опять по магазинам. В общем, все время. Что, как живу, то показываю. По сути, у меня, конечно, в планах печь с вами пипер-кокет, делать рождественскую стол вот это, накрывать все. Как это все я буду, я это все делать буду просто. Как это все успеть вам показать. Потому что монтировать по два или там три видео в день я просто физически не успею. Ну, тогда будет, может быть, с какой-то небольшой задержкой. Я надеюсь, вы не обидитесь. А то некоторые бывают так, что Как это у нас снег? А уже снег не идет. Да, что у тебя там видео снег? Это было вчера. Да, но я же не онлайн все время тоже так могу. Хотя, знаете, иногда у меня мысль поставить так вот камеру, вот она пусть она так вот. Вот, шо есть, то есть, скрывать нечего. И идет сразу в эфир. Какие возможности нынче, да? Какие-то эфиры, господи помилуй. У меня бы бабушка, дедушка вообще бы не поняли, что это такое. Стоит сумасшедшая тетка с палкой и разговаривает в камеру. Телефон. Смотрит одна, она никого нет. Все разговаривает сама с собой. Все. Это я с вами прощаться пришла. Ну, поболтать немножко. А то все еще-то показываю, а у вас как-то с вами не пообщаться даже. Нету времени. Все куда-то бегом-бегом-бегом-бегом-бегом. Как гномики, бедные гномики сейчас. Ох, эти гномики. Знаете, как я люблю январь. Когда не надо гномики. Когда можно не вздрабить. Сходил гномик, не сходил. А когда можно спать. Боже, ночь. Очень сложный декабрь месяц. Кстати, день уже, по-моему, начинает расти. Да, уже самый короткий день был. Самая длинная ночь была. Немножко сейчас все постоит. И начнет прибавляться уже. Пойдет мелкими-мелкими шагами в сторону. Но не весны, конечно, но хотя бы туда. Такими на раз-два-три вальс. Все, прощаюсь. Заболталась. Спасибо вам, что смотрите. Подписывайтесь, пожалуйста, на канал. Ставьте лайки. Подписывайтесь. Колокольчики. Спонсоры. В общем, делайте все, что только возможно и невозможно. Всех люблю, обожаю. До завтра. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»!